К нам на обзор поступил новый аппарат для производства сахарной ваты модели MH500. Вкратце остановимся на его положительных и отрицательных моментах. Немножко о корпусе. Корпус небольших габаритов, качественно покрашен, то есть нигде не видно Недокрас. Хорошая покраска. Уловитель всего лишь 52 сантиметра диаметром. Легко устанавливается на верхнюю часть аппарата и крепится с помощью специальных защелок. Очень легко устанавливать и снимать. При этом нет никакой вибрации при работе аппарата. Одной из особенностей этого аппарата является двигатель и плата управления. Двигатель установлен на больших мощных пружинах, что исключает его вибрацию и делает работу аппарата тихой. Тен нагревательный мощностью 900 ватт впаян в головку. За счет этого аппарат очень быстро загревается и в течение одной минуты, по истечении одной минуты, вы можете уже продать первую порцию сахарной ваты. На головке установлены специальные крылышки, которые обеспечивают вертикальный воздушный поток вверх, которые поднимают вату вверх и упрощают процесс наматывания ее на палочку. Мощность тена регулируется специальным нагревателем, что есть далеко не на каждом аппарате для производства ваты, особенно производства Китайской Народной Республики. Оснащен он также вольтметром, который показывает текущее напряжение в сети. Есть удобный ящик для аксессуаров. Сюда вы можете положить сахар, ну я думаю порядка 33 килограмм можно будет здесь разместить. Кнопка включения, включение. Вот сейчас мы включили аппарат. Сначала мы видим небольшую вибрацию, потому что головка начинает балансироваться. По мере набора оборотов головка разгоняется и вибрация значительно уменьшается. Вот регулятором мощности мы устанавливаем регулятор на максимальное положение. Как вы слышите, шума очень мало от аппарата. Вибрация также незначительная. На корпусе вибрацию практически мы не чувствуем. Также есть четко направленный, который чувствуем рукой, воздушный поток. Что является обязательным условием для хорошей работы аппарата. К недостаткам данной конструкции этого аппарата мы бы отнесли труднодоступность двигателя и платы управления. То есть трансформатор, регуляторы, кнопки. Для того, чтобы демонтировать двигатель или получить доступ к проводам, к управлению, необходимо снять крылышки, которые закреплены на головке. То есть мы бы, в принципе, это отнесли к небольшому недостатку. Кроме этого, еще столкнулись с одним моментом, после распаковки аппарата, увидели, что ось головки была наклонена. То есть от вертикального положения была смещена. Но этот момент, недостаток, мы очень легко устранили. Просто путем небольшого надавливания в сторону наклона мы надавили в другую сторону и выровняли головку. Сейчас мы вам покажем процесс сборки аппарата и подготовки его к работе. Вот видите, очень легко с помощью защёлок. Включаем кнопку включения. Устанавливаем регулятор мощности на максимальное положение. Половка у нас набирает обороты. С помощью специальной ложки, которая входит в комплект поставки аппарата, мы засыпаем порцию сахара. Головка греется и мы ожидаем появления первых нитей ваты. Уже появился запах и мы готовимся к выходу первых волокон. Как видите, очень легко, не нужно каких-то специальных навыков, для того, чтобы ловить волокна. Они равномерно выходят из головки. Очень легко можно намотать. Сейчас мы уже вышли на режим, волокна постоянно выдаются. Для того, чтобы отрегулировать, мы уменьшаем немножечко нагрев и подстраиваем выход волокон под нашу нормальную, нормальный режим намотывания. Когда очень много волокон появляется, когда немножко уже сложно становится их ловить. Сейчас вот равномерно. Такая воздушная получается вата, карамельная в то же время. Сплошным потоком воздушным поднимается вверх. Очень симпатичная вата получается. Большая. Я думаю, что ни один ребенок, проходящий мимо Вас с Вашим аппаратом, не останется равнодушным. Расскажем вкратце процесс выключения аппарата. Сначала регулятором мощности выключаем полностью нагрев тэна. Где-то через одну минуту, после того, как головка охладилась, выключаем. А в зависимости от температуры окружающей среды, если на улице жарко, можно и больше. До трех минут это продлит срок службы Ваших подшипников. Выключаем аппарат кнопкой выключения.